здравия желаю и так сегодня что мы будем делать то что показывал вчера тот же мотор на 80 как я высчитал вчера посчитывал у него мощность 450 ватт дальше подключили его как мне удалось только собрать 4 упрямителя связку то есть 83 ватта мой вернее вольта вольта для пробы под нагрузку одну лампочку используем так как напряжение слабая включаем вольтметр также применяется в схеме реле на 0,1 секунды и на 0,4 секунды подключено плюс возбуждение это 12 14 ватт потребляет попробуем допустить вот пожалуйста как видите лампочка горит напряжение от 70 до 58 вольт то есть система работает нормально сейчас выключим что мы наблюдаем мы наблюдаем что значит она потребляет значит одну десятую одну одну четвертую часть своей мощности но 4 40 секунды проходит значит продолжает вырабатывать ток хотя питание отключает реле какое кпд это устройство давайте разберем значит на вольтметре мы видели 80 50 на лампочку и и мотор потребляет значит 400 сейчас высчитаем 450 у него значит 220 разделим на 83 2,65 как видите далее берем калькулятор 450 ватт у него и делим на 2,65 169 ватт 169 ватт это если бы он работал без перерывов давайте запишем 169 ватт а так как он работает один раз то есть одну десятую секунды через 4 то есть надо это 169 поделить на 4 поделим на 4 42 и 45 значит 42,5 ватта всего 42 и 5 ватта далее у нас на потребление идет значит 12 ватт примерно возбуждение эти 12 ватт у нас идут в 5 раз значит считаем 12 помножим на 5 60 ватт так и тут 42 60 и 42 102 и 5 ватта 102 и 5 десятых ватта это у нас уходит на его потребление а что он дает он дает значит он дает 169 ватт 169 ватт надо на его кручение вот но так как мощность понизана чуть-чуть из-за нагрузки то мы получаем вот как получаем 83 плюс 50 то есть находим среднее арифметическое 83 плюс 50 минимальное у него 133 делим на 2 66 с половиной ватт и теперь делаем так 220 делим на 66 и 5 ватта получаем 3,3 получаем далее 450 ватт который потребляет мотор который я вчера проверял я не буду вам каждый замер показывать если не верите и птилоиды и прочие сомневающие возьмите и проверьте 450 делим на 3 целых и 3 десятых 136 ватт у нас значит 136 ватт у нас выходит в течение 5 раз 1 раз и еще 4 раза когда система отключена значит умножаем на 5 681 и 81 то есть 682 ватта 682 ватта так 682 ватта и еще лампочка у нас ну лампочка тоже горит на 60 как она кричат 6 да это где-то так она на 100 ватт 220 а вернее так разделить на 66,5 3,3 да ну как это до этого я просто не записал а тут 100 всего 100 разделим на 3 и 3 30 но при пониженном напряжении у нее мощность теряется не точно совпадает я тоже проверял на 20% значит с 30 отнимаем 20% это будет 6 минус 6 получаем 24 а работает в течении 5 раз 24 умножаем на 5 121 приплюсовываем сюда 682 получаем 803 ватта так а у нас потребление 102 как я показал вам значит 803 разделим на 102 и 5 десятых помножим на 100 вот она значит под нагрузкой КПД 783 и 9 десятых процента ну 784 считай 784 процента вот откуда берется все а не как вы думали просто так взял написал все это под счет идет а сейчас нарисуем схемку кто спрашивает схему схема простая я уже ее рисовал схема этой системы вот она образно значит изображаем мотор образно изображаем катушка в моторе значит две катушки сверху и снизу таких моторов далее образно изображаем ротор как вот такой вал на нем щетки здесь идут эти вот значит промежутки специально чтобы система работала то есть оно и видите как оно и они понимают что надо пропускать ток даже в моторе есть ламили промежутки если без ламили он просто будет гудеть то есть для того чтобы система работала надо ток пропускать тоже касается магнитных елочек и всего остального тут это все уже они продумали в них ламили идут и по ламелям щетки эти угольные бродят значит вот эта катушка соединена с этой последовательно дальше вот это вот выходит сюда с катушки а второй конец сюда выходит здесь значит у нас напряжение 83 вольта постоянный ток сейчас запишем чтобы понятно было d s называется то есть блоки питания 4 штуки но это не обязательно 4 штуки можете один поставить на 100 если у кого есть хорошие латеры там у меня ничего нету я объяснял а дальше идет значит на него на эти блоки питания вот она и разделяем на реле без разделения как вы видели даже двигатели магазинные у них разделение идет ламели без разделения ничего не будет чтобы было движение нужно пространство а если пространства нет закольцуйте там же нет пространства круг круг оно может двигаться только за счет подачи измне вот в чем дело здесь 0.1 10 секунды ну вот она 0.1 10 секунды вот а здесь 0.4 10 секунды система отключается 0.4 10 секунды система отключена вот такая схема и тут еще забыл указать запитывается запитывается вторая катушка на на это самое возбуждение 12 ватт ну примерно так же 12-15 вольт где-то так дальше что получается когда поступило питание в 1.1 секунды значит пошло питание сюда здесь развилась скорость движения инерция потом питание мы отключили на 4.1 секунды а включили выпрямитель запитываем вот эту катушку а здесь по инерции крутится ротор и от этой катушки вырабатывается ток который питает вот здесь не показал еще так здесь не показал вот потребитель лампочка вот лампочка который питает лампочку вот что происходит я думаю все понятно то есть две катушки в моторе одну отключаем нижнюю ну или верхнюю так без разницы значит хватает движение катушки одной у нее даже инерции больше при этом не теряется мощность возможно при нагрузке она потеряется но на скорость нет а нам надо скорость нам это не нужна мощность нам надо скорость потому что у нас тут свой ток инерционный вот он от нижней катушки ротор крутится а нижняя катушка возбуждает вот электромагнит и тут ротор тоже обмотки щетки трутся углем обломили и вырабатывается постоянный ток вот такая схема значит которая имеет КПД 784% так и запишем 784% хотя если значит применять я применял на перемен я вам рассказывал что слишком была большая сила из этих из счеток отсюда то есть трение большое было при подключении второй и тут разность токов еще повлияла здесь постоянный а здесь переменный подходил получились прям огонь отсюда вот огонь шел поэтому эта система годится только для постоянного тока а вот это универсальные коллекторные двигатели которые можно использовать и как генератор тока и как двигатель они универсальные об этом все молчат рептилоиды молчат им выгоднее еще продать еще отдельно генераторы отдельно двигатели отдельно там для этого отдельно для того а суть то одна машина сколько берет столько она и назад отдаст а если у нее инерция а если давать перерывы то есть возникает самоиндукция то есть сила которая значит при подаче питания эта сила встречается с силой с машины с мотора и в этом месте там машина начинает греться там греются щетки вот здесь катушки а когда мы даем разрыв эта сила она за это время успеет не препятствует силой сети там или батарейки она питает сама питает мотор понимаете то есть мы выпускаем силу на свободу то есть движение энергии надо дать свободу так же как человеку если нет свободы свободы нет нету движения а у нас возьмите вот сейчас везде границы везде таможни везде налоги везде пошлины это все значит это все тюрьма у нас рабовладельческая система поэтому они препятствуют свободной энергии почему потому что свободная энергия дает выход термозаводельческой системы а дальше мы что будем делать когда вот эти БДК уже соорудим уже наконец сейчас не хватает запчастей моделей уже много у меня несколько штук я смотрел в интернете тысячи моделей рабочих а дальше значит что пойдет получение воды получение воды уже модели есть давно уже применяются только тоже для населения не дают получение воды из воздуха такие модели не тратя энергии используя энергию ветра а тепло значит из земли идет а ветер сверху то есть роется яма труба теплый воздух снизу и холодный воздух сверху встречается получается конденсат то вы видели система самогонный аппарат система значит на трубах вы наблюдаете в ванной вода подтекает то есть горячий с холодным встречается получается конденсат вот на этой системе то есть воду можно получать это тоже а в дальнейшем что пойдет получение еды из воздуха воздух состоит на 75% из азота вы об этом не подумали он из азота состоит а это значит азот это составная часть белка большую часть белка составляет азот то есть значит дальнейше можно получать еду из воздуха вот в чем но это не будем углубляться пока значит доделаем вот эту энергию из воздуха дальше вода и еда и все и народ планеты земля будет свободен азот 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 азот